Мусульмане всего мира сегодня отмечают Курбан-Байрам, один из главных религиозных праздников года. В соборную мечеть Чебоксар на праздничный намаз пришли сотни верующих. Рифат Фаткулин о празднике жертвоприношения ради добра и мира и о том, что призыв Аллах Акбар во звание к Богу о милости. Голос Муэдзина разносится по соседним улицам, призывая к праздничной молитве «Аллаху Акбар» – обращение к Всевышнему. «Аллаху Акбар» Таджики, татары, узбеки, во всех конфессиях хорошо живем. Сегодня, например, у нас был Курбан-Байрам, Аляска. Утром с четырех часов у нас был намаз. До намаза мы должны были держать у разу. После окончания намаза мы обязательно должны были кушать. До этого нельзя, ни в коем случае придерживаться надо. После праздника обязательно надо сходить на кладбище своим, читать намазы, просить их грехи, просил Аллахаталя. Праздновать Курбан-Байрам мусульмане будут четыре дня. В это время принято просить друг у друга прощения, дарить подарки, разершать конфликты и как можно больше общаться со своими близкими. Самый великий можно праздник сказать, в котором там больше всего Аллах может прощать наши грехи в этот день. Все отдыхают и к гостям ходят туда-сюда и празднуют. Самый лучший праздник, конечно. Вот мы ходим, гуляем, не работаем. Курбан означает жертву, а Байрам переводится с тюркского как праздник. Праздник жертвоприношения. Древний ритуал напоминает верующим о пророке Ибрагиме, которому в испытании его верности Всевышнему было сказано принести в жертву сына. Это главный ритуал праздника – побивание шайтана камнями у мусульманской святыни в Мекке. В этом году коронавирус внес коррективы даже в религиозные таинства. Так безлетно в Мекке в этот день не было еще никогда. За 1442 года по хидже – мусульманскому календарю, исчисляемому с вхождения пророка Мухаммеда в Медину. Рифат Фадкулин, Георгий Кривошейн, Республика.